Ажиотаж на жилищном рынке пошел на спад. По сравнению с июнем прошлого года количество сделок по купли-продаже недвижимости сократилось почти на 43%. По данным Бюро национальной статистики, в прошлом месяце казахстанцы заключили больше 31 тысячи договоров. Тогда как еще год назад жители страны массово переводили свои пенсионные накопления на жилье. Кто-то полностью погашал ипотеку, а кто-то вкладывал деньги в новую квартиру. Как изменились цены на недвижимость в регионах, в деловом обзоре расскажет Камила Тастамбекова. Камил, как обстоят дела с ценами? Это, кстати, еще один признак, по которому можно сказать, что рынок недвижимости в Казахстане остывает. Вторичное жилье в июне подорожало на 0,4%. Это двухлетний минимум. Сегмент аренды тоже упал в цене. Это произошло впервые с октября 2018. Причем сильнее всего съем жилья подешевел в столице более чем на 3%. Третий месяц подряд цены на новостройки остаются стабильными практически во всех регионах страны. Аналитики портала Крыша Киезет отмечают, что резкого роста или падения не было. В июне в целом жилье по Казахстану на первичном рынке подорожало более чем на процент. В первом кредитном бюро считают, что во многом это связано с возросшей стоимостью строительных материалов. Заметнее всего из всех регионов изменились цены на востоке республики. За месяц новое жилье в Искаменногорске подорожало почти на 6%, а в Семии на 4%. По-прежнему самые дорогие квадратные метры на первичном рынке остаются в Алматы, Шемкенте и Нур-Султане. По данным Крыши стоимость одного и в них варьируется от 450 тысяч тенге до 550 тысяч. Отмечу, что в большинстве городов цены остались на уровне мая и апреля. Казахстанцы по-прежнему предпочитают жилье в многоквартирных домах. В особом спросе остаются двухкомнатные квартиры. Алматы – единственный город, где увеличилась потребность четырехкомнатных или в квартирах с еще большей площадью. Частные дома чаще всего предпочитают покупать жители Алматинской и Туркестанской областей. В июне в этом сегменте там оформили почти 10 тысяч сделок. Отменить порог достаточности, если цель перевода – инвестиции. С таким предложением выступают казахстанские брокеры. В случае перечисления денег СНПФ в управляющую компанию порог не совсем приемлем, говорит председатель правления одной из них Максим Кабанов, так как эти деньги не покидают пределы пенсионной системы. Именно поэтому они не облагаются подоходным налогом. Здесь еще есть важный момент, о котором следует знать. В будущем вместе с полученной инвестиционной доходностью эти средства станут частью пенсии вкладчика, который когда-то решил передать их из фонда в управление брокеров. Именно поэтому инвестиции, отмечает эксперт, это тот самый инструмент, который наоборот помогает приумножить выплаты при выходе человека на заслуженный отдых. Также фондовый рынок обгоняет инфляцию на горизонте от 10 и более лет. При использовании пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или здоровья пенсия будет уже меньше, так как эти деньги уже выходят за пределы общей системы. Об этом тоже нужно помнить, говорит Кабанов. В преклонном возрасте человеку нужна гарантия финансовой безопасности. Вообще горизонт инвестирования пенсионных активов это от 5 и более лет. В зависимости от возраста от числителя этих пенсионных накоплений. Если это 25-летний, соответственно он через 30 лет только ими будет пользоваться. Тогда смысл ему сейчас как-то беспокоиться. Ему нужно наоборот на фондовый рынок это вкладывать, потому что исторически фондовый рынок обгоняет всегда инфляцию. Его денежные средства будут работать, зарабатывать, не будут обесцениваться с инфляцией. Инвестировать со своих счетов в ЕМПФ казахстанцы решили около 8 миллиардов тенге. По сравнению с 3 триллионами, которые они направили на жилье, эта сумма незначительная. И к другим темам. Национальный банк Казахстана не планирует снижать базовую ставку. До конца этого года точно сообщили в пресс-службе. Ее сохранят на уровне 14%. Так в Центробанке надеются замедлить инфляцию в этом году, а к 2023 снизить ее к уровню 7,5-9,5%. Председатель Национального банка Халымжан Перматов также призвал не сравнивать уровни ставок в Казахстане и в России. Ситуации в соседних государствах разные, поэтому это некорректно, подчеркнул он. В отличие от предпосылок в России, в Казахстане не ожидается рецессия. Напротив, на фоне дополнительных фискальных стимулов будет происходить дальнейшее нарастание инфляционного давления. В макроэкономике не бывает сиюминутных результатов. Текущее решение Национального банка призвано достичь цели по инфляции не сейчас, а в среднесрочной перспективе. Пока мы не видим возможности для снижения ставки. Это произойдет в случае уменьшения уровня инфляции в соответствии с таргетируемым диапазоном в конце 2023 года. Незначительно улучшилась деловая активность предприятий в июне. Об этом можно судить по индексу, отражающему положению бизнеса в реальном секторе. Специалисты Национального банка выводят его на основе ежемесячного опроса предпринимателей. Подытожив ответы представителей 469 компаний, индекс деловой активности в июне остановился на отметке в 49 пунктов. В мае он составлял чуть меньше – 48,9. Рост деловой активности зафиксировали в горнодобывающей промышленности и строительстве. Индекс тут поднялся с 46 пунктов до 50. В секторе производства он, наоборот, пошел на снижение. Причина – уменьшение объемов новых заказов и уровня занятости. В секторе услуг показатель не изменился, составил 48,7 пунктов. В июне оценка предприятиями текущих бизнес-условий улучшилась. Отмечу, что на положительном уровне она сложилась впервые за последние шесть месяцев. Сбербанк Казахстана продолжит функционировать в штатном режиме до октября этого года. В этот период операции с платежами и переводами будут доступны клиентам без каких-либо ограничений. Управление по контролю за иностранными активами Министерство финансов США продлило лицензию компании. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана. Также там заверили, что накопительные вклады клиентов находятся в безопасности. Сбербанк Казахстана является участником системы обязательного гарантирования депозитов. Напомню, что в начале апреля стало известно о применении санкций по отношению к Сбербанку России и его дочерних организаций. Его включили в список организаций, операции с которыми должны были быть завершены до 12 июля 2022 года. Деловой обзор к этому часу таков. Динара, вам слово. Спасибо, Камила. Было очень интересно. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова